Итак, всем привет! На этот раз с вами Замар. Сегодня я хочу поговорить с вами о языках программирования, а точнее, что это такое, и заодно прояснить кое-какие моменты. Я знаю, я уже всех заколебал с программированием. В конце концов, у меня на канале выходит не только познавательный контент, также у меня выходят и развлекательные ролики. Поэтому следующее видео выйдет про токийского гуля. А сейчас давайте разберемся, что же такое языки программирования. В первую очередь я бы хотел оговориться. Я не призываю вас использовать ассемблер и, боже упаси, писать все на машинных кодах. Я лишь хочу объяснить вам, почему нецелесообразно использовать языки высокого уровня. А если быть точнее, те языки, в которых упрощается выделение памяти, а также большинство операций предустановлено в их компиляторе. Ну то есть, если мы берем какой-нибудь массив, мы можем, скажем, в том же самом питоне его перемножить на число сразу же. В таком случае мы потеряем в производительности, потому что будем использовать один и тот же алгоритм. И тот факт, что мы воспользуемся каким-то своим, возможно, ничего не изменит. Потому что в любом случае в компиляторе есть оптимизатор, который оптимизирует код так, как считает нужным. Так вот, вернемся к высокоуровневым языкам программирования. Что же это такое? Это словарь. Из словаря вы берете фразы и составляете лексемы. Это, например, может быть int main. И мы получаем две строки лексем. Давайте разберем поподробнее, что у нас на экране. В первую очередь int. Int это лишь тип данных. Но типом он называется условно. Почему? Потому что данных типов может быть великое множество. Благодаря конструкции struct. Если мы говорим о языке C, C++. Они тоже считаются языками высокого уровня. Поэтому я буду рассказывать на примере этого языка. Все дальнейшие языки являются, скажем так, потомками C подобных языков. Так вот, struct позволяет нам создать любой тип данных. Используя стандартные типы данных. У тебя, конечно, возникнет вопрос. Замар, вот смотри. Ты сейчас сказал про то, что int это условный тип данных. А потом говоришь, что структура состоит из этих стандартных типов данных. Так в чем же логика? А логика в том, что структуру ты можешь предопределить сам. То есть мы можем создать структуру, в которой данные расписаны по байтам. Например, x и y. x, скажем, у нас будет 4 бита, а y 6 битов. И в таком случае дата у нас будет равняться 10 битам. Но на самом деле в итоге будет выравнивание. И вместо 10 битов будет 16. Потому что наименьшая размерность это 8 байт. Соответственно, раз мы создали свой собственный тип данных, он добавляется в таблицу типов данных, который содержит индекс, то есть ID, и определение. Со временем, когда наша программа увеличивается, тип данных, находящийся в этой таблице, тоже может увеличиваться. А это значит, что помимо стандартных int, bool, float и так далее типов, у нас их становится еще больше. Для чего это все нужно? В первую очередь, для того, чтобы сам язык программирования понимал, как нужно обращаться с этой переменной. То есть, если это int, и мы делаем, ну, условно, деление на число с плавающей точкой, то в итоге мы получим округление этого числа. Скажем, если это число 5, то деление на 2, 3. Ну, а если это float, то тогда при делении на 2 мы получим 2,5. Все просто, не правда ли? Данные операции предусмотрены самим языком программирования, и они скорее упрощают жизнь программистам и следят за тем, чтобы вы писали чистый код. Но это не описывает язык программирования как язык, на котором пишутся программы. Такое ощущение, как будто бы это просто орфографический словарь в каком-нибудь ворде. Естественно, помимо проверки синтаксиса и проверки того, что вы корректно обращаетесь с данными, он еще делает оптимизацию. В чем же она заключается? При определенных арифметических операциях, либо же если вы хотите просто перебрать какой-то массив данных, в зависимости от реализации подбираются соответствующие команды, коих в процессоре достаточно. О чем говорить, если сам Intel содержит CISC архитектуру набора команд? В простонародье CISC это большой набор командных слов. Также есть еще RISC архитектура. Здесь сокращенный набор командных слов. Именно к этой архитектуре сейчас стремятся разработчики процессоров, потому что так гораздо проще разрабатывать программное обеспечение, хотя бы потому, что компилятору не надо знать огромное количество команд для реализации той или иной функции. Однако оптимизация исключительно правит ваш код. То есть компилятор превращает ваш код в код ассемблера, а оптимизатор создает оптимальный код для воспроизведения его на устройстве. Это и называется язык программирования. Также еще язык программирования предусматривает деревья, левое и правое, которые по сути являются историей команд вашего кода. То есть, скажем, если вы объявили переменную B, то проверяется, чтобы до вашего объявления обязательно стояла точка с запятой. Так что же такое программирование на самом деле? А точнее, что же я подразумеваю под словом программирование? В первую очередь, это оперирование нулями и единицами. В нашем процессоре, который мы используем сегодня, 64 бита. Что же это значит? Это значит, что поле регистров, а точнее сам регистр, каждый регистр кэша имеет вот такую размерность. Конечно, 64 бита это много. Хотя бы просто потому, что даже для того, чтобы создавать адреса, скажем, для оперативной памяти, при условии даже 64 гигабайт, да хоть 128, этих 64 битов будет слишком много. Поэтому используется только 48. И то 48 это лишь потолок, который можно убрать при желании. В современных реалиях достаточно 32 бита для того, чтобы обслуживать одну программу. Да хоть 10, да хоть 100, сколько душе угодно. Дело в том, что у каждой программы есть своя виртуальная память. Это такая память, которая, по сути, для каждой программы индивидуальна. Но на самом деле, виртуальные адреса программ могут ссылаться на один и тот же участок памяти, в оперативной памяти, ну или на жестком диске. В любом случае, 32 бит хватает с головой. Это на сегодняшний день. И инт, размеры с которого, ну очень уж велика. Это где-то около 2 миллиардов. При всем при том, что это инт со знаком. А есть еще инт без знака. Это в два раза больше. В регистрах, которые содержатся в процессоре, называемой кэш-памятью, 64 бита, свободного места. Так вот, представь, что ты используешь массив каких-нибудь интов, тех же самых. Выходит, ты не используешь и половины предоставляемого пространства. Почему ты не занимаешь и половины? Все просто. Такого числа у тебя просто не будет. Два миллиарда. При всем при том, ты можешь использовать какую-нибудь константу. Что, скажем, есть какой-нибудь инт а, и он равен там, не знаю, 100 тысячам. Ты смотришь, думаешь, блин, что-то это число какое-то большое. А у тебя, значит, функция. Ну, там, без разницы. Что-то она там возвращает, что-то не возвращает. Кстати, прошу заметить, что void, это тоже тип данных. Просто дело в том, что он универсальный. Поэтому, когда мы приводим тип данных, любой, int, bool, double, float, void, мы можем его беспрепятственно передавать в аргументах. Так вот, int а равен 100 тысячам. По твоей некой функции. Ты думаешь, что что, значения какие-то большие получаются? Потому что при перемножении потом на дальнейший int b, к примеру, получается еще более громоздкое число. Естественно, ты собираешься сократить количество нулей, добавив константу. Делается это очень просто. Объявляешь ее, ну, скажем, пускай она будет равна 100. И у тебя в итоге остается 1000. Этого не хватит даже, чтобы заполнить short int, короткий int, который равен 16 битам. Так и получается, что в дальнейшем процессор загружает твое значение с большим количеством нулей в свой регистр. И эти нули как раз таки демонстрация неиспользуемой памяти. И все бы ничего. Подумаешь, какое-то intовое значение, пускай оно там себе висит. Оно же ведь, ну, никому не мешает. Ты собираешься сделать массив intов. Вот и получается, что ты просто-напросто забил процессор пустыми байтами. А заместо этих пустых байтов вполне могла бы находиться какая-нибудь другая переменная. Ты скажешь, ну, блин, не могу же я взять в int и там запихать b, например. Причем так, чтобы при инициализации этой переменной она висела вот здесь. А я тебе скажу, можешь. Можешь. Почему не можешь? Для пущей наглядности я продемонстрирую это в Visual Studio Code. Вот таким образом. То есть для начала мы создаем переменную int, в которую кладем 243. Мы смещаем это число на 16 битов, добавляем с помощью операнда или 543. Конечно же, при выводе у нас получится довольно огромное число. Но если мы просто сместим 16 битов, мы получим 243. А для того, чтобы получить 543, нам нужно старшие биты замаркировать нулями. И вот и получается, что на выходе у нас 243 и 543. То есть мы использовали одну переменную для того, чтобы хранить два значения. Эти значения могут сохраняться в оперативную память. То есть некоторые вещи попросту не помещаются в кэш процессора, а посему он их просто выгружает в оперативную память. Естественно, процессор не станет разбираться, в какой размерности у тебя тип. Он просто скинет эти 64 бита, ну скажем, вот сюда. И в итоге целых 2, может чуть больше там, 3 байта у тебя просто не задействовано. И висит мертвым грузом в оперативной памяти. И загружает процессор точно так же, в зависимости от своей разрядности. Конечно, есть некоторые команды, которые позволяют загружать по одному слову, по два слова. Но это не умиляет того факта, что здесь у нас все так же 64 бита. Да и в основном используются именно те команды, которые позволяют оперировать именно 32 битами. Разгрузить и выгрузить из кэша в дальнейшем понадобится достаточно много времени. Естественно, я говорю сейчас в рамках времени выполнения процессора. Для нас это будет буквально одно мгновение. Хотя некоторые программы именно поэтому начинают тупить. И что делает умный пользователь? Правильно. Покупает новую оперативную память с большим размером. Зачем? Чтобы у него компьютер не тупил. Это, друзья мои, называется маркетинговый ход. 32 бита. 64 2 бита. Все это исключительно цифры. На практике такие вещи редко используются. Память оперативную или ПЗУ, постоянно запоминающие устройство, жесткий диск, SSD. В первую очередь разбивается память оперативная на таблице. Это таблица адресов. Эту таблицу адресов система использует для того, чтобы быстро координироваться по нашей оперативной памяти. Это мы используем сейчас, когда у нас 64 байта. И эта таблица адресов может быть действительно большой. Хотя она и раньше была не маленькой. Но не суть. Ты спросишь, как же это делалось тогда раньше? Ну, то есть, если у нас было всего 32 бита памяти, как, скажем, в том же ПЗУ, ну, то есть в жестком диске, мы могли такое большое количество памяти, скажем, 500 гигов, записать или прочитать. Ну, естественно, не за раз. А я тебе отвечу. Были таблицы сегментации. Это некоторый подуровень таблиц. То есть, возвращаясь к таблице, которую я описал до этого, прежде чем сформировать какое-либо значение этой таблицы, мы обращались к паре таблиц, может быть, даже тройке таблиц, более маленьких. Первый, второй, третий. Так вот, когда мы хотим получить данные с нашего жесткого диска, мы сначала определяли уровень, а затем обращались к общей таблице. Таким образом, мы могли использовать все 500 гигабайт. Я вам даже больше скажу. Раньше тоже можно было использовать 32 гигабайт оперативной памяти. Для этого, по-моему, в Linux-системе нужно было в настройках установить параметр. И после этого система определяла все 32 гигабайта оперативной памяти. Но кто этим будет заморачиваться, скажи мне, пожалуйста. Есть, для примера, две игры. GTA 4 и GTA 5. Я думаю, что аргументы, которые я сейчас приведу, не требуют каких-либо доказательств. Все это вы можете посмотреть в интернете, убедиться в этом. Так вот, GTA 4, она сделана для 32-битных процессоров. Естественно, из-за тенденции пришлось создать еще и 64-битную версию. Ну, типа, мы же тоже крутые. Так вот, что касается самой игры. Она весит 13 гигабайт. Прошу заметить, она была сделана 32-битной. Соответственно, все, что в ней есть, она весит 13 гигабайт. Крайне мере, установщик точно. GTA 5 64 бита. И она весит 65 гигабайт. Так вот, вопрос. Чем отличаются эти две игры? Думаю, что тот, кто играл в обе части, прекрасно знает, что отличия у этих двух игр колоссальны. А именно в том плане, что GTA 4 была гораздо проработаннее. И при том, при всем, она занимала меньше места. Так как, собственно говоря, с этим бороться? Это создание структур. Они обязательно должны быть кратны 8-м. Это значит, что размер ваших структур должен быть равен 8-ми, 16-ти, 32-м, либо 64-м байтам. Ну и, конечно же, таким образом вы можете заполнить все 64 байта. А именно, также у вас может быть Z, равный 16-ти, ну и так далее. То есть, получается, что есть смысл создавать структуры. Не используйте большие типы, если вам это не надо. По типу int, по типу double, даже long int, который, напоминаю, равен 64-м битам. Так что, я очень надеюсь, что люди, посмотревшие этот ролик, поймут, что память, хоть и резиновая, поймут, что размер не важен. Нужно уметь пользоваться. И даже если у тебя большой объем памяти, это совершенно не гарантирует тебе тот факт, что ты будешь счастлив. Потому что завтра пойдешь и купишь себе новую плашку оперативной памяти. Еще раз хочу сказать, что я не против того, что существуют программисты, которые пишут на более простых языках, чем C, C++, ну и, конечно же, Assembler. Человеческая природа такова, что без спроса не будет и предложения. Так что, без появления языков высокого уровня, у нас технологический прогресс был бы, скорее всего, невозможен. Ну, вроде бы как я все сказал, что хотел. Заняло у меня это достаточно много времени. Я очень надеюсь, что донес информацию корректно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. На этот раз с вами был Замар. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Принимаю критику. Аргументировал критику, конечно же. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok